Дмитрий Завойстый Рейс 92-68 в 6.51 утра вылетел из аэропорта курортного города Шарм-эль-Шейха и направился в Санкт-Петербург. На борту 224 пассажиров, в том числе члены экипажа. Аэробус А321 благополучно покинул воздушное пространство страны и на 23-й минуте пропал с радаров. И только около часа назад египетские власти сообщили, что спасатели обнаружили обломки самолета близ аэропорта города Эль-Ариш. Фюзеляж полностью разрушен. Представители египетской службы безопасности сообщают, что по предварительным данным самолет не был сбит. К месту крушения направились несколько десятков машин скорой помощи. Сейчас вы увидите фотографию этого самолета на месте крушения. По данным СМИ уже начали вывоз тел погибших. В рейс 92-68 в 6.51 утра вылетел из аэропорта курортного города Шарм-эль-Шейхи и направился в Санкт-Петербург. На борту 224 пассажиров, в том числе члены экипажа. Сформировать государственную комиссию в связи с катастрофой в Египте самолета компании Кагалэм Авиа. Главе правительства Медведеву поручил президент Путин. Об этом незадолго до нашего выпуска сообщила пресс-служба Кремля. Также глава государства дал поручение руководителю МЧС Пучкову немедленно направить в Египт по согласованию с египетской стороной воздушные суда Министерства для работы на месте катастрофы. Кроме того, МЧС и Минздраву поручено немедленно организовать работу по оказанию помощи родственникам погибших. Родственники как раз в эти минуты съезжаются в аэропорт Пулково. В аэропорт уже прибыли специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС. Из Пулково на прямую связь с нами выходит наш питерский корреспондент Николай Булкин. Николай, какая у вас обстановка? Ситуация в аэропорту тяжелая, напряженная. Вот пока люди, которые приезжали встречать сюда пассажиров этого рейса, они долгое время находились в невидении. И мы видим, как им тяжело, у многих уже слезы на глазах, они в состоянии стресса. Они смотрят новости, читают их в интернете, что самолет потерпел крушение, но отказываются в это верить. Наземные службы очень долгое время о крушении им не говорили. И у людей все еще долгое время осталась надежда. Они здесь обмениваются информацией. Кого-то из родственников на наших глазах уже сопроводили специальный автобус, где работают медики и психологи. Мы поговорили с родственниками пассажиров этого рейса, обратились к ним. Делать это очень, конечно, тяжело, непросто. Вот что они нам сказали. А кого вы сказали, что они сейчас скажут? Кого вы встречаете? Женой или ребенком? Я только в новостях слышала, что исчез с радара самолет и все. Я больше ничего не слышала. Информацию никакую не дают. Простите, я не могу говорить. Кого вы встречаете? Мамы и племеницы. Некоторое время назад на табло была информация, что самолет задержан. Но сейчас это расписание исчез. Перед аэропортом мы видим, что дежурит оперативный штаб МЧС. И действительно уже работают психологи, оказывают помощь. Здесь очень много журналистов. Их сейчас всех вывели из здания, сопроводили в некий штаб, куда будет стекаться вся информация. Там сейчас пройдет пресс-конференция. По сути, родственникам уже сообщают трагические новости. Их также всех вместе отвели в отдельное помещение. Самолет не прилетел в назначенное время. Им сообщают об этом. И с ними продолжают сейчас работать психологи. Москва. Да, спасибо. Из аэропорта Полково в прямом эфире был наш корреспондент Николай Булкин. В связи с авиакатастрофой МЧС открыла горячую линию для родственников пассажиров. Номера вы видите сейчас на экране. Федеральный 8 800 120 01. И номер в Санкт-Петербурге 8 812 299 99 99. Сейчас силы МЧС России приведены в режим повышенной готовности. В район падения лайнера уже в ближайшее время готовы вылететь три самолета со спасателями на борту. Последняя информация из министерства. У нашего корреспондента Инны Осиповой. Инна, вы в прямом эфире. Какими данными к этой минуте располагают в МЧС? Да, действительно, уже готовы вылететь три самолета со спасателями на борту. Это 2 Ил-76 и Б-200. Также готовы вылететь аэромобильная бригада Центроспас. Известно, что сейчас на месте работают египетские спасатели. Это в 100 километрах от Эль-Арише. Сейчас там разбирают завалы, вывозят тела погибших. И наши спасатели тоже готовы присоединиться. Кроме того, наши спасатели, действительно, в МЧС открыта горячая линия для родственников. Составляются списки погибших. Известно, что все они граждане России. Известно, что на борту находились дети. Люди летели с отдыха целыми семьями. Кроме того, борт был застрахован. И в случае, если кто-то погиб, будут выплачены страховые компенсации родным погибших. Кроме того, создается экстренная правительственная комиссия по расследованию и оказанию помощи. Кроме того, на место направился и премьер-министр Египта, который специально прервал свою рабочую поездку в Испанию. Дмитрий. Да, спасибо. Это была Инна Осипова с последней информацией о крушении самолета, который поступает в МЧС России. О том, насколько старым был самолет и отвечало ли его техническое состояние требованиям безопасности, нашей телекомпании рассказал эксперт, глава агентства безопасность полетов. Самолету на сегодняшний день 18 лет и ровно 6 месяцев. Ну, сказать, что это старый самолет нельзя. Это стареющий самолет, хотя в мире летают самолеты гораздо старее. А катастрофа случилась между двумя точками обязательных донесений. Египетская и Кипровская. Но после вот этой беды, Европейский Центр по управлению потоками, так называемый Евроконтроль, неожиданно изменил маршруты полетов для других воздушных судов. И только что мы получили комментарий представителя Федерального агентства воздушного транспорта. Вот что нам сообщил пресс-секретарь Росавиации Сергей Извольский. Сегодня пропала связь с самолетом «Аэробус А321» авиакомпании «Когал и Мави» бренд-нэйм «Метроджет». Самолет выполнял рейс 92-68 по маршруту «Шарм-Аль-Шейх» в Санкт-Петербург. В 6 часов 51 минуту по московскому времени воздушное судно вылетело из египетского аэропорта. В 7 часов 14 минут экипаж воздушного судна должен был связаться с диспетчерскими службами Ларнака, Республика Кипр. Однако этого не произошло. На радиосвязь с самолетом была потеряна. Также исчезла отметка с экранов радиорадаров. До настоящего времени связь с экипажем воздушного судна не восстановлена. На борту самолета находилось 217 пассажиров, 7 членов экипажа. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего обнаружения воздушного судна. Интернет-портал Flightradar позволяет отслеживать положение самолета в воздухе. Согласно нанесенному на карту треком, рейс 9268 вылетел в 6 часов 51 минута утра по московскому времени из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Лайнер шел над заливом Акаба, а затем над территорией Синайского полуострова в сторону Средиземного моря. Согласно данным сайта, с экранов радаров он пропал в 7 часов 13 минут по московскому времени, спустя 24 минуты после взлета. Траектория заканчивается на территории Египта, в нескольких десятках километров от границы с Израилем. Данные о высоте самолета в конечной точке траектории 28 375 футов, это больше 8 600 метров. За последнюю отображенную минуту полета лайнер снизился примерно на полтора километра. И вот последние данные о скорости, согласно флайт-радару, она упала с 404 километров в час до 93. В столичном аэропорту Домодедово, где расположен офис Когалым-Ави, сейчас работает наш корреспондент Сергей Сыркин, чтобы получить самую полную информацию непосредственно о представителей авиакомпании, которой принадлежал лайнер. Сергей, вы в прямом эфире. Что сообщают представители авиакомпании? Ну, выйти на связь с представителями Когалым-Ави сейчас довольно сложно. В офисе застать кого-то очень трудно. Пока что никаких официальных заявлений на сайте от авиакомпании не было. Единственное публичное заявление представителя Когалым-Ави прозвучало в интервью русской службе новостей. Некоторое время назад они выдвигали свою версию о том, предположение о том, что не факт, что самолет действительно упал. Они не исключали версию о том, что он совершил аварийную посадку в каком-то месте, которое недоступно для связи и не могут выйти просто на связь. Это пока единственное, что сообщили представители авиакомпании. Вообще, Когалым-Ави довольно давно на рынке авиауслуг России, с 1993 года. Они сначала начинали работать на нефтеперерабатывающей компании. В основном выполняли пейсы из Когалыма, Сургута, Нижневардовска. Но несколько лет назад, в 2013-м, они провели ребрендинг и сейчас работают под названием «Метроджет». И с тех пор среди основных направлений авиакомпании курорты, такие как Кургада, Анталия, Бартелона и Шарм-эль-Шейх. И вот в 2011-м году известная авиакомпания отказалась от использования советских бортов и сейчас в ее авиапарке около 10 аэробусов 320 и 321 моделей. Это пока все. Дмитрий. Спасибо. По телефону был Сергей Сыркин с информацией от авиакомпании Когалым-Авиа, которой принадлежал лайнер. Рейс 9268 выполнял чартерный полет из египетского курорта. На борту были только туристы. Вот что нам сообщили в Российском Союзе Туриндустрия. Заказчик этого рейса туроператор Бриско, компанию с турецкими корнями. В принципе, основную туристическую загрузку к рейсам Когалым-Азии обеспечивает именно этот оператор. Теоретически на их рейсы часто подсаживаются туристы, туроператоры и другие, то есть включаются к загрузке самолетов. Но мы уже выяснили, что на этом борту были в основном туристы, прежде всего Бриско. И еще новые сообщения. Найдены тела пятерых детей на месте крушения упавшего в Синае российского самолета, передает Рейтер. По последним данным, спасатели Египта обнаружили обломки самолета близ аэропорта города Эль-Ариш. Фюзеляж полностью разрушен. Ранее СМИ сообщили, что из-под обломков лайнера доносятся голоса выживших. Практически сразу премьер-министр страны созвал экстренную комиссию и на место крушения отправили группу спасателей. Вероятной причиной катастрофы называют техническую неисправность. Египетские власти ранее заявили, что российский лайнер не был сбит. И как только что стало известно, в связи с крушением российского авиалайнера в Египте, генеральный прокурор России поручил провести прокурорскую проведу.